Впервые за полвека в одном из районов города приступили к реконструкции теплотрассы. В траншеи холодильник в борще лимон. Юные амурчане проходят обучение в школе безопасности. Об этом и многом другом расскажем через несколько секунд. Добрый вечер, в эфире новости информационного агентства «Город». Меня зовут Елена Хохулина и мы начинаем. В квартирах жителей района Ленина-Артиллерийской этой зимой будет теплее, а вода из-под крана горячее. Здесь реконструируют теплотрассу, которая обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением 10 многоэтажек. Сейчас на одном из участков заканчиваются монтажные работы. С какими трудностями коммунальщикам пришлось столкнуться в процессе, знает Юлия Мишурнова. Шум под окном собственного дома – вещь, конечно, неприятная. Но за терпение местным жителям воздастся зимой. Теплотрассу в квадрате улиц Ленина-Мухина-Зейская-Артиллерийская в последний раз ремонтировали аж в 1959 году. Проржавевшие от старости трубы не раз подводили жильцов. А мелкого их ремонта хватало ненадолго. В этом году коммуникации решили заменить. Работы идут уже неделю. На этом участке график работы выполняется в полном объеме. Особых проблем по оборудованию у них нет. Главное сейчас – погодные условия, чтобы позволили сварочные работы производить. Все остальное, как говорят специалисты, на погодные условия списать нельзя. Только нужно работать, работать и работать. Всего специалисты планируют заменить почти 400 метров труб, а после провести работы по благоустройству. На все про все коммунальщики потратят порядка полутора миллионов рублей. Сдадут участок теплотрассы на следующей неделе. Получилось бы и быстрее, если бы не некоторые «но». Не каждый житель стремится убрать свой автомобиль, дабы не мешать проведению работ. Вторая большая проблема – железные гаражи, которые стоят без всяких разрешений, согласований. Как правило, чаще всего, даже здесь, на этом участке сети, гаражи стоят в охранной зоне тепловых сетей. Меж тем, дискомфорт для самих жителей специалисты попытались свести к минимуму. Работы здесь начали в период планового отключения горячей воды. А это значит, что повторно доставать кипятильники и подключать бойлеры благовещенцам не придется. Всего же в этом году АКС планирует заменить по городу порядка 730 метров водопровода и 190 канализации. Сделать это предстоит до конца сентября. Юлия Мишурнова, Денис Лугов, программа «Город». Тем временем статус АКС как теплоснабжающей компании «Благовещенска» пытается оспорить филиал ДГК «Амурская генерация». Эти два хозяйствующих субъекта спорят уже не первый год. Руководство ТЭЦ предложило взять на себя функции единой теплоснабжающей организации. Мотивирует это тем, что АКС значительно задолжала поставщику тепла. Но ремонтировать и обслуживать сети Амурские коммунальные системы смогут продолжить. Только уже по заказу ЕТО. Не на кого нам было бы перекладывать вину. Сколько мы бы денег собрали, столько бы мы их и потратили. Не собрали 20%, значит плохо работаем. Собрали 97-98%, значит молодцы. Значит денег у нас хватает, деньги все ушли на ремонты, на зарплаты, на все остальное. Впрочем, смена теплоснабжающей компании – процесс непростой. И в этой ситуации администрация города продолжает занимать четкую позицию. Никакие разногласия не должны сказаться в конечном счете на комфорте потребителей, простых горожан. Тут самое главное для администрации. Определяя единую теплоснабжающую организацию, там же не только выбрал и все. Там и аварийная служба подчиняется, и переход на эксплуатацию. То есть там достаточно большой круг обязанностей у ЕТО. Поэтому здесь так вот, чтобы шашкой махнуть. Вот сегодня был один, завтра другой. Но это не торговый ларек, это целый город, целый организм, который живет. После двухнедельного перерыва Росгострах снова начнет продавать полисы ОСАГО. Банк России возобновил действия лицензии компаний на оформление документов. На сайте Центробанка сказано, данное решение принято в связи с тем, что страховщик устранил нарушения, которые служили основанием для ограничения лицензии. Теперь Росгострах снова имеет право на выдачу страховых полисов. При возникновении проблем с заключением договоров ОСАГО или с урегулированием убытков в страховых организациях, Банк России рекомендует обращаться с жалобой в службу банка по защите прав потребителей и финансовых услуг. Обращение можно направить в электронном виде через интернет-приемную Банка России на официальном сайте. Автомобили, занимающие места для инвалидов, будут эвакуировать. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Закон о безопасности дорожного движения утвердил Владимир Путин. Штрафы, предусмотренные за стоянку на парковке для инвалидов, сейчас они составляют от 3 до 5 тысяч рублей, уже перестали отпугивать здоровых водителей. Поэтому президент России решил уточнить порядок эвакуации авто таких недобросовестных парковщиков. Стоит отметить, что увозить машины на штрафстоянку можно будет только в том случае, если под запрещающим знаком висит еще и табличка, предупреждающая о том, что работает эвакуатор. Для жильцов новостроек могут ввести платежные каникулы по капремонту. Соответствующие пункты добавлены в комплекс поправок в жилищный кодекс, подготовленный Минстроем. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ уже рассмотрел их и рекомендовал к принятию во втором чтении. Обитателям новых домов не придется оплачивать капремонт в течение 3-5 лет. Точную продолжительность срока должны установить в регионах. От оплаты освободят дома, которые введены в эксплуатацию после даты начала региональной программы по капремонту. Сейчас они платят наравне со всеми. При том, что для новостроек действует гарантийный период, в течение которого ремонтом занимается застройщик. Юные амурские спасатели попали в школу безопасности. Соревнования с таким названием стартовали в районе Маховой Пади. В течение пяти дней ребята покажут свои навыки по тушению пожара, преодолению полосы препятствий и выживанию в лесу. Готовиться к последнему они начали заранее. Раскинули на природе палаточный лагерь. Как они там устроились, решила разузнать наша съемочная группа. Кто не работает, тот не ест, не пьет. Да и вообще, человек тут точно лишний. Лентяев в лагере юных спасателей не держат. Девчонки из свободного с утра у плиты. Каши, супы и прочую с нить им приходится готовить на целую ораву юных гурманов. Сегодня на обед фирменное блюдо. Борщ. Да не простой, а с лимоном. В принципе, готовится как обычный борщ. Лимон добавляется для кислинки. Ну, с мамой мы, например, готовим там на несколько порций, на четыре. А здесь человек 10, бывает и 15, поэтому надо в больших объемах готовить. Команде из Ковородинского района не до кулинарных изысков. Удалять голод они решили на скорую руку – макаронами. Зато свой дом на ближайшие две недели ребята обустроили с комфортом. Из шин сделали лавочки, организовали костричи и даже соорудили холодильник. Чтобы не портить продукты, мы сделали длинную яму, как глубокую. И чтобы продукты наши не портились, мы все сложили их нормально, ровно. И накрыли пленкой. Хороший сон и питание будущим спасателям необходимы, уверены организаторы. В ближайшие пять дней им предстоит пройти настоящую школу безопасности, преодолеть полосу препятствий, показать навыки борьбы с огнем и выживания в лесу. Очень много детей, которые после вот этих лагерей потом приходят в нашу систему работать в МЧС. Вот сейчас у меня даже есть ребята-инструктора-спасатели, которые лет 10-15 назад начинали здесь, в этих лагерях, а сейчас они уже здесь, в роли инструкторов, они уже работают в пожарной охране. А после соревнований лагерь ждет пополнения. На смену юный спасатель приедут те, кто пока только хочет научиться о работе отважных. Юлия Мишернова, Александр Матвеев, программа «Город». В Благовещенске участились случаи кражи велосипедов. С начала года полицейские возбудили более ста уголовных дел по факту угона двухколесных. В 80 случаях транспорт угнали прямо из подъезда. В список ненадежных хранилищ попали также кладовые и подсобные помещения в подвалах. Не оправдали себя и противоугонные замки. Меж тем правоохранителям уже удалось раскрыть порядка 20 уголовных дел. Число это могло быть и выше, если бы не беспечность самих веловладельцев. При приобретении велосипедов, чтобы граждане сохраняли документы на номерные вещи. То есть каждый велосипед имеет свой номер. Ну и как совет фотографировали. Это нужно для последующих расследований уголовных дел. Потому что не зная номера, потом очень тяжело идентифицировать, потому что там очень много одинаковых велосипедов в городе. Осторожность следует проявлять не только владельцам, но и покупателям велосипедов. Приобретая транспорт с рук, следует помнить, что в случае, если он окажется угнанным, доказать собственную невиновность будет очень трудно. Тем более, что за данное преступление светит вполне реальный срок – до 5 лет лишения свободы. ЕГЭ по русскому языку амурские выпускники написали как минимум в два раза лучше, чем в прошлом году. 100 баллов набрали 19 человек. Еще 48 не хватило всего 2 баллов до абсолютного результата. Единый госэкзамен по русскому языку сдавали более 4 тысяч амурских выпускников. Число 100 бальников при этом увеличилось в 6 раз. Больше 76 баллов получили 48 человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Минимальную планку в 24 балла не смогли преодолеть 13 амурчан. Следовательно, экзамены не сдали. Благовещенские аквайсы готовятся покорить Желтую реку. 12 и 13 июня шестеро амурчан в составе сборной страны примут участие в международном турнире по плаванию в реке Хуанхэ. Конкуренцию им составят более 200 пловцов. Свой заплыв наши спортсмены посвятят Дню России. В 8-градусной воде атлетам предстоит перебраться с одного берега реки на другой. Это примерно 500 метров. Сложность заключается в том, чтобы попасть в створ, ширина которого не больше 2 метров. Сделать это, учитывая скорость горной реки, крайне трудно. Таит Тибет и другие сложности. 3000 метров над уровнем моря. То есть условия кислородного голодания. И вот мы везем с собой аппаратуру, проверяем свой организм. Также и холодная вода. То есть на улице будет где-то, наверное, градусов 40 тепла. А вода где-то 8 градусов. То есть резкий перепад температур. Впрочем, спортсмены уверены, домой без медалей они не вернутся. Тем более, что даже в таких жестких условиях можно отыскать свои плюсы. Невероятно живописные места и чистейшую горную воду. Благовещенец нашел необычное применение старым сантехническим трубам и проржавевшим часовым механизмам. Из того, что обычно отправляется на склад металлолома, он создает оригинальные предметы интерьера, украшения и даже одежду в стиле стимпанк. Интересно, что это такое? Тогда смотрите наш сюжет. Стимпанк — это, наверное, все-таки направление фантастики в первую очередь. Это временные рамки примерно конца 19 века. Примерно в это время все развитие науки в нашем мире пошло на именно энергетику, то есть электричество, возникновение телеграфа, телефона, лампочек. То в самой вселенной стимпанка, скажем так, все пошло по направленности развития механики, физики. Это дизайн всего, что только возможно. То есть особо популярностью это получило и японцев. У них там много мастеров, которые прямо на поточном режиме все это изготавливают для людей. Ну, чаще всего такие любители, они приходят не за готовым изделием, они приходят с идеей. То есть если для меня эта идея интересна, я увлекся ей, я могу день и ночь заниматься этой идеей, прорабатывать и в кратчайшие сроки изготовить, отдать. Раньше при ГДК проводились ролевиками конференции именно по различным увлечениям. И как бы одна из тем была задана, предложили, это именно стимпанк. Посмотрел фотографии в интернете, полистал какие-то книги, журналы, нашел. И как бы понял, что мне сами изделия интересно попробовать сделать. Чаще всего все соединения закупаются в магазине, ну, если не брать в расчет какие-то вот старые, да, различные латунные краны советского производства. Сантехники, когда в домах меняют различные узлы сантехнические именно, частенько мне притаскивают. Если рассматривать, например, светильники, да, то есть стоимость самих вот этих сгонов, углов, кранов обходится где-то около 2000, один светильник. Сейчас я вот смотрю на все изделия, понимаю, что мне не хватает пары муфт. Ну и само изделие будет готово, то есть представлять оно будет собой двухрожковый светильник. В любом случае все эти изделия рабочие. То есть, если их собираешь вначале просто как основу, то в последующем подводится электричество, выключатели, и все вот, например, те же лампы работают, да. И на сегодня у меня все. Напоминаю, что наши новости всегда в доступе на сайте tvgorod.ru. Связаться с редакцией новостей можно по телефону 524202. Приятного вам вечера. До встречи в эфире. У меня было самое лучшее детство. Я таскал абрикосы во дворе по соседству, Дергал за косы отличницу Зойку И завтракал под пионерскую зорьку. А по воскресеньям под в гостях у сказки Я шил в одном морливые повязки. Я полил дымалухи и бросал их с балкона. У меня на стене был плакат Сталлоне. Меня не возили в Европу на лето. Мне не покупали Плейстейшн Третий. Зато, зато у меня было детство. У меня было детство. У меня было детство. У меня было самое лучшее детство. Субтитры сделал DimaTorzok